Всем привет, доброе утро, приятного аппетита, хорошего вам дня сегодня, пусть у вас все получится и у нас тоже, потому что у нас очень много всего интересного и вот сегодня 6.30 мы только начинаем работать, с 7 утра до сих пор только начинаем работать, но давайте к новостям таки, потому что они у нас есть и самое главное конечно же это то, что Apple стала дружелюбнее к своим пользователям, а особенно к опытным и по части ремонта в том числе. Вот эти картинки недвусмысленно намекают на то, что Apple теперь разрешает в домашних практически условиях чинить свои устройства, причем видите здесь вообще на кухне кто-то чинит, но тем не менее с заземлением, тем не менее на специальных вот таких подстилочках и по инструкции. То есть все в принципе платно, красиво сделано здесь и платно, да я не ошибся, потому что для того, чтобы вы могли починить свой iPhone, они будут продавать специальные киты, то есть детальки, если вы правильно говорите для iPhone и поначалу это будут самые простые распространенные моменты, как батарейка к примеру, ну и тот же дисплей. И человек сможет купив инструмент и такой наборчик сам дома заменить это все и iPhone будет работать нормально, то есть если вы поменяете дисплей, даже уже сейчас заявили некоторые ремонтники, что на бете новой, на второй или на третьей, на второй по-моему, уже можно поменять дисплей и при этом Face ID не отваливается. Но при этом я пока что не нашел информацию по поводу Трутона, потому что раньше не только Face ID, но и Трутон отваливался. Говорят, что он может, ну Рома по крайней мере предполагает, что он тоже может отваливаться до сих пор. Но тем не менее, поначалу в 2022 году вы сможете приобрести такие наборы, потом это все распространится за территорию штатов, то есть пока что только на территории Соединенных Штатов будет. И потом также эта программа заденет и макбуки на M1, ну вообще маки на M1, не только макбуки. Интересная на самом деле штука, потому что это то, что просили пользователи. Apple пошла им навстречу, и заметьте, что и тут она пошла навстречу, и там все эти HDMI-чики, кард-ридеры подобавляла, и клавиатуру вернула. Ну, на самом деле, я считаю, что это классно. Такие изменения, это всегда хорошо, поэтому то, что вы видели раньше в роликах iFix, теперь вы сможете делать у себя дома, ну если вы, конечно же, хоть чуть-чуть шарите. Далее у нас на Gizmo China появилась информация о том, что Xiaomi готовит выпустить конкурента iPhone mini. И это будут небольшие смартфоны, есть уже даже где-то слитый скриншот. Вот, говорится о том, что там будет Qualcomm Snapdragon 870, и будут две модели L3 и L3A. Наверное, они чуть будут отличаться по диагонали дисплея, но вот здесь речь идет про 6,3-дюймовый экранчик. И это, на самом деле, учитывая небольшие рамки, достаточно немного. То есть, это должно быть весьма компактное устройство. На самом деле, ждем, потому что чип 870, как по мне, очень хороший. Если с такой диагональю, то у нас там Full HD разрешения точно будет предостаточно, и, соответственно, он будет там здорово ворочать. Ну, а я, конечно же, жду еще и 12-ых уже топов, потому что там очень много слухов по поводу того, какая будет камера. Говорят, что будет действительно очень классно. Следующая новость. Фуджи Фильм представили новую версию эво-камеры. Это Instax, короче, Digital Hybrid Instax Mini Evo Camera. Вот так она называется. Очень красивенькая, такая прям трушненькая, и выглядит как историческая камера. Она цифровая, при этом вы можете сразу же распечатать себе карточку. И, казалось бы, хороший бренд, известный, прикольная идея, стоит всего лишь 200 долларов. Будет доступен в Японии 3 декабря. Ну, и потом уже где-то в феврале следующего года доберется к другим странам, говорится про Соединенные Штаты. Но я думаю, что оно, в принципе, в этом диапазоне будет разлетаться потихоньку, если дефицита никакого не случится, потому что сейчас никто ни от чего не застрахован. Есть экранчик, где вы можете что-то наблюдать. Вы можете даже с телефона прислать фотографию и тут же ее распечатать в карточку. Карточка размером с визитную карту, то есть совершенно обычная. И две новости про Инстаграм. Первое. Инстаграм запустили платные бейджики для того, чтобы во время стрима ваши подписчики, если у вас, так, у вас должно быть 10 тысяч подписчиков, и вам должно быть 18 лет. Пока что на территории Штатов это запустилось, но для всех пользователей, которые соответствуют требованиям этим, ваши подписчики могут вам задонатить на бейджик 1, 2 или 5 долларов. И потом вы и ваши подписчики на стриме будут видеть, что вот, грубо говоря, поддержавший зритель есть. Это очень классно. Я уже говорил, что монетизация хотя бы какая-то, это круто. Но я хотел бы, чтобы они добавили платные сторис, чтобы был, короче, какой-то контент платный, как в Патреоне, только прямо в Инстаграме. Это очень, я считаю, круто. Ну, по крайней мере, я для себя точно знаю, как это использовал бы. Ну, и также Инстаграм борется с ботами. Поскорее бы Телеграм начал с ними бороться. Дело в том, что ботов много, мы знаем, и это проблема. Проблема какого характера? Сейчас очень часто делают плохую такую вещь, когда накручивают мой аккаунт. Очень сильно повредили, я бы сказал, таким образом. То есть накрутили очень сильно активность за счет подписчиков, которые я не просил. То есть просто боты, мне приходилось долгое время закрывать аккаунт, держал его долго закрытым, пока все это не прекратится. Это было несколько недель. И мне даже писали, что если хочешь, чтобы прекратилось, там, скинь 300 долларов туда-то. Ну, короче, фигня происходила. И действительно активность упала, потому что сейчас, ну, у меня реальных было подписчиков, там, где-то 87 тысяч, если не ошибаюсь. Сейчас 95, а доходило до 110 в пик, понимаете? Я просто успевал закрыть аккаунт, потому что просто лилось, лилось и лилось. И это, конечно же, проблема, но, естественно, наливаются неживые люди, наливаются боты. И надо с этим работать как можно быстрее. Соответственно, что делает Инстаграм? Они, если заподозревают активность, мол, это неживой аккаунт, они будут просить его провести верификацию при помощи видео-селфи. То есть вам надо будет прислать в специальном окошечке верификацию. Такое происходит, на самом деле, не только здесь. Вот в ДИА такое было, хотя они от этого сейчас в новом обновлении отказались. Но я считаю, это очень-очень круто, вам там надо будет голову туда-сюда повернуть. Именно не для логина, а для того, чтобы подтвердить свою личность. Это, я считаю, надо делать как можно быстрее. Потому что, я же говорю, ситуации случаются жесткие. И в моем случае это даже, я бы сказал, финансовые потери. Ну, как бы, должны что-то делать. Телеграмм такая же фигня, там порнуха просто со всех дыр лезет. Любое сообщение напиши, и тебе прилетит какое-то сообщение, короче. И все это как-то не решается уже долгое время. Вот такие новости, друзья. Спасибо за то, что смотрите. Хорошего вам еще раз дня желаю. Не забывайте про вашу активность. Лайки, комментарии. Увидимся завтра. Всем пока.